Важная вещь случилась для меня, для моего брата, для моей семьи, вообще для моей политической деятельности. Мы выиграли Европейский суд. Спасибо огромное всем, кто поддерживал меня. Вот вы видите такую обложку заглавного этого дела. Оно очень важное. Оно доказало юридически, что дело Ифраше уже, оно было сфабриковано именно так, потому что там признали так называемую седьмую статью, которая говорит о том, что не было даже предмета преступления. То есть фактически Европейский суд сказал, что, ребят, вы сфабриковали дело, а потом еще устроили несправедливый суд, поэтому все должно быть отменено, вы должны выплатить братьям Навальным компенсацию. И это уже вторая наша победа в Европейском суде по вот таким большим уголовным делам. Было много еще маленьких побед по административным. И обратите внимание, ребят, потому что Кремль вот постоянно, и даже не только Кремль, а какие-то даже условно-либеральные СМИ, они пишут, ну, Навальному нельзя баллотироваться, потому что у него есть условный срок. Вот там они обязаны писать, что Навальному не дают баллотироваться, несмотря на то, что он выиграл в суде оба дела и доказал, что они были сфабрикованы. Это важнейшая вещь, потому что даже согласно российскому законодательству я имею полное право баллотироваться, потому что мы отменили все эти сфабрикованные дела. У меня на руках есть приговоры, а у них нет. У меня на руках есть решение о том, что вообще должна быть отменена вся вот эта их какая-то юридическая казуистика. Как ты относишься к НДР, спрашивает Виталик Яробекин. Плохо отношусь к НДР, а брат мой сейчас сидит в неком подобии к НДР, а именно сидит в тюрьме, как вы думаете, а сейчас ему каково вообще сидеть? Он сидел три года, два года из них в одиночке, а сейчас сидит, тоже имея на руках бумажку, в которой написано, не бумажку, а решение Европейского суда, что вообще-то он совершенно невиновен и должен быть выпущен, но его все равно не пускает. Вот в такой ситуации мы оказались, и, конечно, мы сейчас будем обращаться в Верховный суд, обдавать конституционные жалобы, будем требовать, чтобы его выпустили, потому что решение Европейского суда есть, а он по-прежнему сидит вот в этих застенках.